В нашей переменчивой жизни все же есть некоторые традиции, которые из года в год остаются неизменными. Поколение за поколением дети приходят на новогодние елки, зовут Деда Мороза, и дружно просят елочку зажечь свои огни. На елку главы района приглашено свыше тысячи ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей. Зрительный зал Дома культуры «Строитель» вмещает всего 420 человек, но это не стало препятствием для организаторов. Представление было решено показать трижды за день, и каждый раз зал был забит под завязку. Мы обязательно сегодня разместим всех деток, которые придут к нам в гости. Это безусловно. 1600 пригласительных билетов, как я уже сказала, есть, поэтому мы рассчитываем на то, что все дети останутся довольны, увидят представление, поучаствуют в анимационной программе до спектакля и получат свой сладкий подарок. В этом году большее количество деток, чем в прошлом, приглашены на наши мероприятия. Сегодня в течение дня у нас три елки. В этом году зрителям представили пьесу пушкинских артистов Юрия и Валентины Лазарь «Тайна музыкальной шкатулки» под режиссурой заслуженного артиста России Евгения Блаучевского. Это история о мастере, который изготовил с виду неказистую, но очень чистую по звучанию музыкальную шкатулку, богатом заказчике, который предпочел внешний лоск настоящему богатству звука, а также борьбе с фальшью. Вам судить, получился спектакль, не получился. Сегодня сыграли третий. Голосов нет, потому что три подряд никто не играет. А у нас играют. У нас в Пушкино и в Заветах Ильича, потому что у нас Заветы Ильича. У нас играют. Все играют. Приходите чаще. Если будете чаще ходить, мы будем чаще ставить премьеры, дабы заманить вас в наш дворец. Это был дебютный показ спектакля. После представления детей ждали сладкие подарки, игры с аниматорами и встречи с самым главным волшебником. Пожеланий моих не счесть. И зачем их делить на части, если все они какие есть, умещаются в слове счастья. Счастья вам, дорогие мои жители города Пушкино и Пушкинского района.